В праздничном фанфаре Оркестра Подольского военного гарнизона торжественная часть мероприятий началась парадом. Открывал парад кортеж мотоциклистов из секции Подольской автошколы. Возглавлял его 12-кратный чемпион Советского Союза Владимир Макаров из Гирино. А первыми в колонии из 13 округов, входящих в состав Подольского района, прошли жители Львовского поселкового округа. В каждый округ представляли его глава и наиболее известные почитаемые граждане, ветераны войны и труда, руководители хозяйств и предприятий, работники науки, культуры, образования. Львовский поселок, зародивший в начале века как дачное место, сегодня стал крупнейшим населенным пунктом Подольского района, где проживает около 14 тысяч человек. Здесь расположено 15 промышленных предприятий. Брянцевский сельский округ – это животноводство и растениеводство, которыми занимается производственное предприятие, акционерное общество «Путь и реча». На территории Воронского сельского округа проживает чуть более 8 тысяч человек, но имеют редкую в области и единственную в районе достопримечательность – картинную галерею, созданную из подарков и пожертвований владельцев частных коллекций и художников. Дубровицкий сельский округ известен стране и за рубежом Всероссийским научно-исследовательским институтом животноводства, главная экспериментальная база которого – опытное хозяйство Дубровицы. Кленовский сельский округ – не только головное предприятие в сельском хозяйстве, а экспериментальный комплекс Кленова-Чагадаева. Сегодня это – центр археологических исследований, которые позволяют говорить документально, что уже в XIII веке здесь было развито гончарное и литейное производство. В колонне Краснопохорского сельского округа представители ремонтного завода, Краснопохорского завода композиционных изделий из металлических порошков, а также лесоперерабатывающей отрасли. Лагерский сельский округ интересен историческими достопримечательностями. В 1704 году в деревне Сертякино родился первый картограф России – генерал Нагаев. Здесь начал писать свои картины поленок. Усадьба графа Татищева стала нынче домом отдыха. Михайлово-Ярцевский сельский округ прежде всего на слуху по случаю возрождения народного промысла по производству бабинской игрушки. А еще здесь располагается учебно-опытное хозяйство «Михайловское». Производственная и практическая база студентов сельскохозяйственной академии имени Кемерязева. Рязановский сельский округ знаменит своим музеем-усадьбой Остафьева. Здесь бывали Пушкин, Вяземский, Толстой. А санаторий Кирино – крупнейший производитель минеральной столовой воды в районе. Стрелковский сельский округ признан лучшим округом в районе в ходе проводившегося смотра конкурса на лучшую благоустроенную территорию. Здесь находится единственная в стране центральная станция искусственного осеменения. Музей основателя этого направления у нас в стране – академика Милованова. Крупнейший магазин в Европе по продаже автозапчастей Кемп также располагается здесь. Сынковский сельский округ – это 11 населенных пунктов. С численностью населения – почти 2700 человек. Здесь находится крупное сельскохозяйственное предприятие Сынкова – машиноиспытательная станция. Роговский сельский округ, как и многие, также занят в сфере сельскохозяйственного производства. На его территории расположены опытные хозяйства Каменка. Щаповский сельский округ – основные достопримечательности – муниципальный музей в поселке Щапово. Центр олимпийской подготовки «Спортбаза». Бывший старинный город Перемышевь-Московский. После прохождения колонны свое мастерство продемонстрировали акробаты, выложившие на поле юбилейную цифру. А затем состоялся большой хоровод творческих хореографических коллективов района. Его участники разъяснили праздничные караваи и цветы. Продолжение следует...